Молочный союз, разработанный мастер-план Министерства сельского хозяйства, полностью поддерживает и одобряет. Впервые за много лет проведена достаточно большая аналитическая работа. И впервые за много лет переработка была привязана на конечный результат к такой большой отрасли, как животноводство. И из этого мастер-плана видно конечный результат. То есть конечный результат, глубокая переработка и реализация готовой продукции, а не полуфабриката. Хотелось бы остановиться буквально на двух позициях. Это первая позиция. Сегодня рентабельно в нашей стране производство только цельномолочной продукции. Такие продукты, как сыры натуральные сычужные, сухое молоко, казеин, казеинаты. Практически, если вырабатываются в виде сухих продуктов, то очень мало. А сыры натуральные твердые практически в стране не вырабатываются. А при выработке сыров сычужных натуральных, первое, это большое преимущество заключено в наших природных условиях. От Чемкента до Усть-Каменогорска расположены предгория. И молоко, произведенное в этих районах, имеет повышенный состав белка, который нельзя не принимать во внимание. Второй вопрос. По бочным продуктам при производстве натуральных сыров получается сливочное масло. И если мы в стране начнем вырабатывать эти продукты или возобновлять старое забытое производство, тогда полностью решится вопрос импортозамещения по сливочному маслу. Я не говорю о том, что на сегодняшний момент по сырам, по данным нашей статистики написано, что творог и сыры, сыры эти подразумеваются только мягкие сыры. А твердые сыры это настолько сложное производство. Если любые другие молочные продукты мы можем получить результат на следующий день, то по твердым сырам мы можем получить результат минимум от 4-5 месяцев до 2 лет. И сыры любят, как вот говорят, это ребенок до года. Ему необходима теплота рук матери. Так и сырам необходима ручная работа, теплота рук сыродела. Второй вопрос хотелось бы поднять. Это в мастер-плане очень хорошо показано развитие и модернизация перерабатывающего оборудования. Но за все эти годы государство дало достаточно хорошую поддержку через субсидирование процента по кредитам, через дорожную карту. И многие предприятия частично уже сделали модернизацию оборудования переработки. Но чтобы без людей работало хорошо это оборудование, возникает очень серьезный вопрос по модернизации вспомогательного оборудования. Это производство пары, это производство холода, это энергосистемы. Вся эта система на сегодняшней переработке образца 60-х, 70-х годов прошлого века. Поэтому хотелось бы, чтобы при разработке этой программы, если эта программа примется, кроме конкретного перерабатки молока, обязательно уделили внимание именно на это оборудование. Тем самым мы сможем сократить достаточно много необоснованных затрат. Вот это все, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.